Здравствуйте, товарищи маньяки! Люди в комментариях постоянно задают вопросы. Можно ли смешивать разные масла? Можно ли смешивать мобил с лукойлом? Можно ли смешивать разные вязкости 5W40 и 0W20? Можно ли долить остатки от прошлой смены, завалявшиеся в гараже? Чтобы постоянно не отвечать на такие вопросы, решил запилить видео и ответить один раз. Как вы знаете, я являюсь админом мойл-клуба, у которого за плечами уже 10 лет подобного опыта. У нас много форумчан мешают разные масла, разные вязкости, делают миксы, добавляют масла из терры, присадки и так далее. То есть это не просто мое мнение, и я тут не просто так кривляюсь на камеру, чтобы раскрутить свой канал. Есть некоторый накопленный опыт. Сразу говорю, речь сейчас пойдет о моторных маслах в двигатель. Потому что есть виды пластичных смазок для шрусов, тормозных суппортов, масел для двухтактных двигателей и так далее, которые действительно нельзя смешивать. Итак, можно ли смешивать разные масла? Ответ – да, можно, если сильно нужно. Давайте разберем подробнее этот вопрос. Что обычно говорят производители масел? Мы не рекомендуем смешивать разные масла, неизвестно, как они себя поведут. Или, например, все наши масла отлично смешиваются между собой, а про совместимость с другими маслами ни слова. Покупайте и доливайте только наше. Дело в том, что производители масел часто сами не знают ответ на этот вопрос. У них нет такого опыта смешения разных товарных масел, потому что они не разрабатывают рецептуры. Другими словами, они не конструируют масла, а являются исполнителями инструкций. Смешивают готовые базы, присадки и разливают масла по канистрам. Нет у них таких мощностей и таких задач – тестировать масла на совместимость с друг другом. Это просто исполнители. А разрабатывают масла производители присадок – Infinium, Avton, Lubrizol, Chevron, Aronite и так далее. Они знают ответ на этот вопрос, но особо не распространяются на эту тему. Почему? Потому что они не могут отвечать за себя и за того парня. Кто знает, с чем автолюбитель будет смешивать и что там произведет другая сторона. Мы за нее отвечать не можем. Давайте рассмотрим такой распространенный пример из жизни. Вы поехали в отпуск на своей машине. У вас немецкий автомобиль, залиток, к примеру, маслом Motul XC с 5W40. Покатались по трассе, по горам, у вас загорелась лампа на табло. Долейте масло. Доливку с собой не взяли. Это у себя в городе вы спокойно пошли и купили это масло. А на трассе такое не достать. Что будете делать в данной ситуации? Вы будете смеяться, но многие автолюбители под угрозой убить двигатель тянут с низким уровнем масла до ближайшего города. Чтобы купить литруху именно этого заветного Motul и долить именно его. Приведу конкретный пример. Вверху будет ссылка на ролик. Где человек поехал с семьей в Грузию. В горах у него загорелась лампа. И он тянул еще не один десяток километров до Тбилиси. Искал официального дилера Audi. Чтобы долить именно то заветное масло, которое залил ему дилер. Хотя мог купить на ближайшей заправке любое масло и долить его. Ничего страшного бы не произошло. Я когда смотрел его видео, мне так и хотелось нырнуть к нему в экран и посоветовать. Дядя, шо вы робите? Далее любое, мотор гораздо важнее. На самом деле заезжаете на заправку, покупаете литруху Mobil 3005W40 и доливаете к своему французскому Motul. И ничего никогда не случится. Почему? Да потому что это одно и то же масло от разных производителей. Они оба состоят из одного и того же гидрокрекинга третьей группы. Одного и того же пакета присадок Infinium P6000 серии. Только одно масло смешали во Франции, а другое в Финляндии. В доказательство своих слов свел оба анализа этих масел, проведенных когда-то на ВУКлубе, в одну таблицу. Вы видите какую-нибудь разницу? Я нет. Это одинаковое масло. Литруха этого мобила продается на любой заправке за 500 рублей, поэтому доливайте любое масло, хоть 10W40, хоть Лукойл. В таких ситуациях главное, чтобы масло вообще было. Без разницы какой, ничего страшного не будет. Если сильно хочется для самоуспокоения, вы всегда можете доехать до города и сменить полностью масло на то, которое хотите. Разберем еще один распространенный случай. Человек поменял масло, от прошлой замены остались остатки, которые валяются в гараже на полках. Он идет, покупает новое 4 литра, а ему надо 6 литров на смену. И пишет мне в личку, могу ли я использовать остатки старого масла той же марки. Да конечно. Если масло лежало в закрытой таре, туда не попадала вода и пыль, почему нет? Лейте. Это сэкономит вам денег, и вы используете старые остатки. Или еще один пример. Можно ли смешивать масла разных вязкостей? Минералку, синтетику, эстеры? Ответ – да, можно. Есть наглядные примеры Фарумчану и Куба, которые специально в качестве эксперимента миксовали разные масла, заливали эту смесь в свой двигатель и ездили много тысяч километров. В результате все нормально. Например, один одноклубник, Евген48, привет тебе, берет 7 разных масел, вязкости 0В20, 5В30, 5В20, примерно по литру каждой. Все эти масла смешивает и заливает в Тойоту РАФ-4. Гуляй, рванина. Вот результаты лабораторных анализов, где в первой колонке анализ свежего масла, которое в итоге получилось, во второй колонке анализ после малого пробега 24 километра, чтобы убедиться, что все идет нормально, и третья колонка после полного пробега 9800 километров, около 350 моточасов Карл. Многие на обычных-то маслах столько не ездят. Что в итоге имеем по анализу? Масло нормально отработало 10 тысяч километров. Износ двигателя около нуля, 5 ППМ железа и 2 ППМ алюминия. Это даже износом-то назвать нельзя. Со времен того эксперимента прошло уже пару лет. Этот автомобиль до сих пор в руках хозяина, не вызывает никаких нареканий. В моторе, по словам владельца, чисто. Этот двигатель постоянно мониторится анализами, все хорошо. Хорошо. Случилось что-нибудь страшного от того, что он смешал аж 7 разных масел и залил мотор? Нет. И таких анализов много. Одни добавляют эстеры, другие органический вольфрам, третий молибден. Мешают разные вязкости. Пауз с гидрокрекингом. Минералку с эстерами. Некоторые маньяки даже масла от холодильных установок добавляют. Масла, которые используются в турбинах Боингов. И ни один мотор еще не пострадал. Но это не значит, что я вам советую это повторять. Просто констатирую факты. Еще один вопрос, который часто задают новички на Вэлл Клубе. Допустим, вы переходите с одного масла на другое. Нужно ли промывать каким-то промывочным маслом? Ведь в двигателе остается не сливаемый остаток отработки. Нет, не нужно ничего промывать. Как я уже говорил, все моторные масла между собой отлично смешиваются. Заливаете новое масло и все. С промывками тоже не все так просто. Дело в том, что промывочные масла изготавливают из простейшей, самой дешевой минералки. Которая останется в двигателе и смешается с новым маслом. И конечно же, оно немного ухудшит эксплуатационные характеристики того, что вы залили. Приведу в пример ответ Мобила по этому вопросу. Он пишет, промывать не нужно. Вы можете залить моторные масла в двигатель без предварительной промывки. Они полностью совместимы с минеральными, синтетическими и полусинтетическими продуктами. Однако стоит отметить, что при смешивании Мобил с остатками ранее использовавшихся масел, эффективность этих масел может несколько снизиться. То есть то самое, про что я говорил. Подведем итог. Выскажу свое личное мнение. Можно ли смешивать разные масла? Если вопрос жизни и смерти, да, можно смешать. Специально извращаться, миксовать и экспериментировать на своем двигателе нет особой необходимости. Если вы оказались на трассе с низким уровнем масла, то да, конечно можно. И нужно взять любое масло на заправке и долить. Гораздо важнее не марка масла и не вязкость, а чтобы масло вообще в двигателе было. Хоть минеральное М8 долейте. Если у вас нет денег, ну всякое бывает, а на полке в гараже лежат разные масла в закрытой таре, вы можете их спокойно использовать. Ничего страшного не будет. Если вы все-таки решили смешать масла, запомните три основных правила. Первое. Старайтесь следовать рекомендованной вязкости. Если в Тойоту еще можно залить густое 5W40, то в какой-нибудь старый Volkswagen лить низковязкую 0W20 нельзя. Второе правило. Придерживаться хотя бы немного рекомендованных производителям стандартов. Если у вас дизель с сажевым фильтром, нельзя лить туда полнозольные масла с высокой золой. Это повредит двигателю. Правило третье. Старайтесь не катать на таких миксах по 15 тысяч километров. При таком смешивании смесь пакетов присадок уже не сбалансирована. Она может быстрее сработаться и не выдержать полный интервал смены. Дело в том, что моторное масло это сбалансированный пакет присадок, который уже протестирован на моторных стендах под определенные задачи и интервалы. Вешая разные масла, вы этот баланс нарушаете. По факту это уже никем не протестированное масло. Свернуться оно конечно не свернется, в хлопья не выпадет, но полный интервал смены может не выдержать. А так все базовые масла, которые применяются в моторке, отлично смешиваются между собой. Если взять какое-нибудь рыночное масло 0W40, это уже микс из разных баз. В нем как минимум замешаны паосинтетика, плюс эстеры, плюс пакет присадок растворенный в гидрокрекинге. Бывают также масла на GTL, плюс пао, плюс гидрокрекинг. И все это прекрасно смешивается между собой и уже работает в наших машинах. Чтобы не говорить за весь свой клуб, зачастую мнения у нас бывают разные, в описании к ролику дам ссылку на одноименную тему, можно ли смешивать моторные масла. Там в шапке темы много примеров анализов с разными миксами, которые не попали в сегодняшний ролик. В общем не так страшен черт, как его молюют. Если сильно нужно, смешивайте спокойно, но с умом. А на сегодня все друзья, всем пока.